Меня зовут Андрей Коалёна. Если говорить коротко о себе, исследователь нашей ведической культуры, землян, автор книги «Чаровное сыроедение», целитель, математик, ну и в целом человек. Это если коротко о себе. Если мы говорим о нашей культуре, то естественно у меня несколько курсов сейчас запущено, и вообще знания по крое шитье нашей обережной одежды, это один из крупных курсов, которые я сейчас веду. Ну и в целом, когда эти знания я доставала из уже давно забытых источников, книг, которые 16-17 век, естественно, которые сейчас на полках не лежат, но их приходится выуживать в очень старых закрытых библиотеках. Это было, да, такое приключение незабываемое, потому что с такими книгами, если связываешься, то нужно знать, во-первых, как с ними работать, потому что там все в ключах, все на старых языках, и, конечно, когда изучаешь это, многое еще приоткрываете. Это один аспект. Второй, конечно, когда я коснулась книг, закрытых по тематике, по сакральной, оказалось, что самые-самые тайные знания, как ни странно, по кулинарии, потому что кулинария, она управляет вообще в целом, питание управляет всей нашей биологией, управляет всем, что у нас есть, всем нашим гормональным фоном. Если гормональный фон мы знаем, как контролировать и как его управлять, мы можем изменяться. То есть это и процесс омоложения, и процесс становления взрослого человека. То есть можно ускорять рост, например, свой акцепитальный, но это имеется в виду постоянный рост, который не заканчивается 24 года, как у среднестатистического человека. Ну или, например, гормональным фоном можно управлять, например, выращиванием неких органов, то есть чтобы сердца было два, чтобы печени было два. У нас раньше были парные органы. И оказалось, что через питание, волшебное, будем так говорить, питание, всё это можно сделать. Естественно, упаться первое время. Вот их постоянно в водичку они разлагают.